Это подтверждает те слова, которые я говорил, что в общем случае глобальных решений нетривиальны. А можно потом, в смысле, у равно константе, с моей точки зрения, может быть, часто не угу интересно, а ее производное, тогда просто у равно нулю, как вы говорите? То есть только нулевое решение? Ну да, в смысле. Теперь я хочу сформулировать результат, который мы получили с диалогом. Предположим, что σ это функция одного из этих двух кипов, которую я показывал. И мы предполагаем, что U и V это периодические функции по x. Потом мы не требуем периодически, но зато мы в это требуем, чтобы начальные данные удовлетворяли вот одному из двух условий. То есть начальные данные лежат в так называемой интерболической области. Тогда в этом случае U является константой. Здесь мы не требуем ограничения, чтобы U это тригонометрический пареном. И вторая проблема такая. Если мы потребуем, что функция U определена при всех t, то здесь мы уже не делаем ограничения, чтобы начальные данные лежат в терболической области. То есть σ либо вот такого вида, либо вот такого вида. Нужно еще про вторые производные знать, что вторые производные, а σ ведут так, как на этом рисунке. Сейчас я объясню, откуда берется условия. То есть либо она вот такое поведение, либо вот существует промежуток, где она бывает. Здесь она выйдет вниз, потом дальше вот возрастает. Вот как есть рисунок. Я сейчас объясню, для чего это нужно в следующем слайде. То есть вот если мы потребуем, что U и V это периодические функции по x, и если решение существует при всех t, то оказывается, что U это является постоянной функцией. То есть вот эта теорема опять подтверждает мой тезис, что если мы берем систему такого вида, то у нее нет глобальных решений. Но эта система, она физическая смыслом на изменение удобности берется. Как это было доказано? Это доказано в следующем образом. Значит, вот эту систему можно переписать в таком виде, матрица имеет такой вид. Значит, эта система обладает нолиантами рима. То есть она может быть записана в таком виде. r , r , r , r , r , r . Это вот эти функции r , r , r , r . А λ это, собственно, числа вот этой матрицы А. Есть. Это все проще. И, значит, можно проверить, что если мы возьмем характеристику, то есть вот, возьмем характеристику для системы, то вдоль вот этой характеристики выполняется уравнение r . Значит, производная от Z1 и Z2 вдоль характеристик. Вот, и операторы гвардивные V2 выписаны здесь вот. Вдоль характеристику выполняют вот эти два уравнения. Где Z1 и Z2 выражаются через наши неизвестные функции по этой формулам. Вот. И можно проверить, что d1 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 d2 d2 это всюду неравную величину в гиперболической области. Вот. И вот эта вот величина d1 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 d1, она очень важна в этой конструкции, поскольку, если мы знаем, что это величина грамма 0 в гиперболической области, Z-коэффициент в уравнении 3 k k, он имеет один и тот же знак в гиперболической области. Он не меняет знак. А тогда можно доказать, что в гиперболической области вдоль характеристик вот эта величина Z должна быть постоянной. Если она не постоянной, обязательно произойдет BLOA по решению. Андрей, это в случае, когда квадратик лает, да? И то же самое кубическое. Там же sigma 2 в 3, ну может быть. Ну, это гиперболическая область, сам понимаешь. А там только в области, да? О, гиперболическая область. Произойдет BLOA. Вот. Значит, вот таким образом идея доказательства диаремонов включается. То есть мы находим область дифференциального уравнения, вдоль которого в решении в некоторой величине обращается бесконечности. Другой пример. Другой пример давайте рассмотрим. Что такое система? Значит, это система связана с интегрированным дифференциальным потоком на гумерном торе. Вот, предположим, что на гумерном торе нам создана медленность. ДС квадрате, Ж-жите, Д-эксите, Д-эксите. Вот. Тогда, значит, геопедический поток называется интегрированием. Если вот этого гумерном торе, если вот этого гумерном торе, то есть, нужно взять матерцу Ж-житой, обрагителю и вот составить вот такую функцию. Значит, геопедический поток называется интегрированием, если существует функция на кулкасальном расслоении торов, которая почти всюду независима с гаминтонианом и которая постоянно на всех траекториях. То есть, по-другому, это означает, что если скобка полосона, F и H равна 0. То есть, формула записана. Вот. Ну вот, как я сказал, существует два примера метрик, когда геодетический поток интегрирован. То есть, в первом случае, если метрик имеет такой вид из термических координат, в этом случае есть интеграл первой сети не по екс. Или когда метрик эллигриева. В этом случае есть интеграл второй сети не по екс. Вот. И вот Козлов выслал гипотезу, что на поверхности, ну, давайте на торе, для тора сформулируем. Значит, других интегрированных метрик не существует. А там же e-acusable, я вижу слово. e-acusable, это означает вот что. Дело в том, что если мы гамильтанианом зайдем в квадрат или в куб, или в какую-нибудь функцию гамильтанианом, то снова будет интеграл. Но в этом случае вот этот новый интеграл будет функционально зависим к гамильтаниану. Вот e-acusable, как вы говоря, означает, что надо исключить этот случай. Можно не обращать. Ну, вот. Ну, и теперь я хочу стабилировать нашу теорему с биалом. Вот оказывается, что если гамильтонова система геодичный поток обладает примерно интегралом по импульсам, то на торе существуют глобальные полуминтезические координаты tx, такие, что метрик вот в таком виде может быть записан. Тогда, соответственно, гамильтаниан имеет вот такой вид. По 1 по 2 это импульсы. Здесь g в квадрате это та же самая принцип, что есть здесь. И если записать условие, что f это полуминальный интеграл по импульсам, его можно в таком виде взять, то условие того, что f h равно из 0, сводится вот в такой квазимбинной системе. Значит, q это у состоит из коэффициентов нашего интеграла, а n-2, а n-1 это функция, которая за метрику на торе отвечает. И, собственно, вопрос заключается в том, есть ли периодические решения вот у этой квазимбинной системы. Это очень тяжелая задача, значит, непонятно пока как ее решать. Еще раз, какая задача? В чем задача? Задача заключается в том, что выяснить, есть ли двоякопериодические решения вот этой системы, нетривиальные. А вот эта матрица, это матрица? Да, вот эта матрица, извиняюсь, матрица. Значит, на антидиагонали, почти что на антидиагонали стоят одни и те же элементы. Да, вот смотрите, здесь одна ненулевая диагональ, она состоит без G, и один ненулевой столбец. Вот он выписан, а все остальные нули. И вопрос, есть ли какие-то периодические решения? Ну, иногда же есть ли уверенными метриками, это отвечает, конечно, да? У меня вот это я исключаю. А вот как это исключить отсюда? В смысле, как про эту систему? Соответственно, что интеграл должен быть неприводим. Ну, все равно, то есть, теперь придется вернуться, решить систему, на эти решения и вернуться туда сказать, что он будет подогрись и ненавидеться. Чтобы сразу увидеть. Ну, вопрос, есть ли какие-то решения, где же это или увелифтип? Так. В этом вопрос включается. Под нетривиальные решения, я имею в виду, за исключением тех двух случаев, которые известны. Вот есть ли какие-то другие решения, тогда G имеет другой вывод. Матрица А, по-моему, могу сказать, что она уделяет уравнение n в стекени, причем явно выписываю. Вот коэффициенты стоят в правом столбце, над кольцом функции, на вашем, над плоском. Не знаю, может быть, у тебя двух переменных будет, может, от одной переменной. То есть, албитровит по полимерному уравнению, да? Да, причем уравнению степени n в стекени n. Ну, гоментал клин. Ну, может быть, это как-то. Ну, гоментал клин, но в данном случае просто явно выписываем. Ну, что там, да? Ладно, давайте дальше. Значит, вот что можно сказать про эту систему? Оказывается, что эта система может быть записана на вариантах Риммана. То есть вот в таком виде, как я уже писал. rπt по t плюс λπt rπt по x равно 0. И у этой системы есть бесконечно много законов сохранения. Что здесь написано? Значит, rπt по t плюс λπt rπt по x. Вот rπt, λπt. Это некоторые функции от наших неизвестных функций. От a0, an-1. То есть... Это ритрин, вариант римм. Да, ритрин, вариант римм. λπt – это собственные функции, собственные числа матрицы А. Ну, там уже не написано. Тоже самое. Просто пристать не могли. Ну, как я уже сказал, такие системы называются по коннектону. Значит, они изучаются. Да, так же несложно. Вот теперь, значит, что мы можем сказать про эту систему? Что мы можем сказать про эту систему? Вот если n равно 2, то можно проверить, что эта система является линейно выраженной. То есть производная дельян длитр по длитр будет, конечно, равно 0. Вот. И это в точности отсюда следует, что существуют лювилеометрики, грубо говоря. То есть это вот... n равно 2 – это такой частный случай, и поэтому, грубо говоря, есть глобальное решение. А если n больше 2, то вот это условие уже не выполняется. Вот. Ну, что мы можем сказать про эту систему? Мы можем сказать, сформулировать и такое теорема. Значит, вот если мы рассмотрим... Я сформулирую n равно 4. Если мы рассмотрим эффективную область моторик, то есть это...